Всем добрый вечер. Попрошу внимания всех, кто хочет не пропустить тему, почему технологии сегодня меняют индустрии. И представляю вам эксперта в нашей панели. Виктория Рубан, Виктория пиар-директор компании Vodafone Украина. Компания, которая, на мой взгляд, в Украине наиболее социально ответственна в области новых технологий. Почему делаю такое заявление? Потому что NDI Foundation, организатор секции бизнес-инновации, совместно с Vodafone запустили проект, давно успешно работающий Tech-Today Hub, который о том, чтобы Украина развивалась как технологическая экономика. И с данным проектом, когда мы только начинали его запускать, мы обращались к разным компаниям и поддержку нашли в лице Vodafone. И сегодня углубляем эту инициативу. Попрошу поприветствовать Викторию. Виктория Власенко. Виктория — это топовый журналист сферы науки и технологий, инноваций. То есть Виктория, как никто другой, знает все о том, что происходит. И на фронт-линии, в кулуарах украинской науки она запускала такой проект, как «Дом инноваций». Это издание о новых технологиях, о науке. И тот журналист, который, скажем, не боится делать науку трендом в Украине. Поприветствуем Викторию. Станислав Юрасов, руководитель редакции технологий и инноваций, если не ошиблась, Лига.нет. Станислав, ну, самый такой, скажем, хард, украинский технологический журналист. Софт, софт. Нет, хард. Но я назову, хорошо. Если мы будем смотреть с позиции IT, тогда Станислав хард и софт. Супер. И Алексей Жмиринецкий, еще один стул нам, пожалуйста, не хватает всем, куда сесть, или я стою. Вот. И Алексей Жмиринецкий, это эксперт, аналитик и ведущий украинский футуролог. И также Ярослава Антипина, генеральный менеджер IAB Украина. Это американская организация, которая занимается цифровой трансформацией в медиа и различных индустриях. То есть она, в общем, эксперт в том, что является диджитализацией. Вот. И начнем мы, если вы не против, с футурологических прогнозов, которые нам представит Алексей. Он нас постарается шокировать инфографикой и цифрами. Вот. Слово Алексею. Да, только единственное, предыдущая панель так раздвинулась, чтобы было видно экран. Потому что ничего не видно, ну реально. Сори, конечно, что я вас потревожил. На следующий год Алексей будет делать презентацию более виртуальную. Вот она будет перед спикерами в воздухе. Да, всем привет. У меня всего 7 минут. У меня обычно миллион слайдов. И я их не успеваю показать, но я так пролистаю. Вы посмотрите, такой снапшот сделаете, инфографик. И я думаю, все будет понятно. В общем, моя главная задача не быть сейчас капитаном очевидностью. Поэтому про блокчейн я вам не буду рассказывать. Про виртуальную реальность, машин леонинг. В общем, что-то такое попробуем затронуть, скажем, последствия. Или так, скажем, непрямые последствия четвертой промышленной революции и разных тенденций в обществе. В общем, все вы слышали про глобальное потепление, наверное, да? Ну, это не шутки. Реально все хуже становится на планете. И с каждым годом все больше в топ-риски попадают как раз риски, связанные с последствиями глобального потепления. Это экстремальные погодные условия, водные события и так дальше. И проблема в том, что человечество не успевает справляться с этими вызовами. То есть, если мы посмотрим на прогнозы, например, по проценту зеленой экономики или зеленой энергетики, то за ближайшие 20 лет по разным оптимистическим прогнозам от 11 до 30% энергетики планеты будет зеленой. При этом количество потребления будет расти, и это будет нивелировать, в принципе, те мероприятия, которые по озеленению будут проводиться. И страны с каждым годом будут ужесточать политику по поводу озеленения, скажем так, экономики, транспорта и всех других сфер. Поэтому стартапы, ну, как бы, моя задача сейчас тренды приземлить на бизнес, правильно? То есть, поэтому те стартапы, которые в какой-либо отрасли будут помогать озеленять экономику, будут в ближайшие 10, 20, 30 лет супер востребованы, так как эта проблема не решается. То есть, сейчас все мероприятия по озеленению экономики не дают ощутимых для планеты результатов. Поэтому идите туда и вкладывайте. Ну, если посмотреть сюда, то многие страны уже обозначили дедлайны по возможности выпускать на дороге автомобили с двигателями внутреннего сгорания. То есть, тема автомобилей с разными габидными двигателями будет актуальнее и актуальнее. Плюс тарифная политика по поводу топлива, по поводу акциза, по поводу пошлин, она тоже будет ужесточаться. Все, что зеленое, будет выгодно. Ну, при этом рынок не насытится еще очень долго. В ближайшие 20 лет, вы видите, общий процент электромобилей в массе автомобилей будет незначительным. То есть, это бизнес еще на 20-летие, на столетие. Плюс поколение Z. Сегодня была одна из панелей, посвященная поколению Z. Так вот, пропаганда и вызовы дали свой результат. Многие молодые люди действительно ориентированы на экологические, социальные, справедливые бизнесы. То есть, если вы будете декларировать, показывать или действительно такими являться, экологическими, социальными, правильными, то к вам придет больше клиентов. Для Украины сейчас это не так актуально, потому что у нас ценовой критерий является самым основным в принятии решений по потреблению. Ну, из-за того, что Украина бедная страна. Ну, будем надеяться, что покупательная способность украинцев будет расти. Наше поколение Z будет также, скажем, становиться таким же, как поколение Z США, потому что оно тоже не такое. И то, что ориентировано на эти ценности, будет актуально. Интернет вещей. Много о нем говорят, но посмотрите на рост объема рынка. То есть, это разы. И с каждым годом, то есть, это экспоненциальный рост. Если вы делаете стартапы или проекты, обязательно предусмотрите там все, что связано с датчиками, с сенсорами и прочим. Потому что без этого в ближайшие 20, даже 5 лет ваш товар, ваш бизнес, ваши предприятия, любая организация будет неадекватна просто рынку. Отдельно хочу сказать про рост количества носимых камер. В свете машинного обучения и распознавания изображений, то, что носимые камеры в ближайшие годы тоже показывают экспоненциальный рост. Это означает, что стартапы, связанные с изображением, которое в онлайне, скажем так, транслируются людьми, они будут тоже супер актуальны. Ну и к вопросу приватности. С одной стороны, мы все будем как в фильме сфера, помните, под наблюдением камер. С другой стороны, люди будут хотеть прятаться и проекты, которые дают им такие возможности, тоже будут актуальны. Виртуальные помощники. Сейчас мы знаем Siri, Alexa, Google Now, Google Assistant, они еще немножечко корявы. Но, если мы посмотрим дальше на другой график, в ближайшие 5 лет они станут супер качественными, адекватными и будут у каждого. Поэтому проекты, которые подразумевают некую виртуальную навигацию жизни человека в любых ее аспектах, они будут отлично работать уже на носимых устройствах, на гаджетах. Шерен иконами. Очень крутая тема, но давайте посмотрим в цифрах. То есть, да, действительно есть рост. В развитых странах уже около третье население так или иначе пользуется сервисами шерен иконами. Причем это не только автомобили, это не только Uber, это и аренда жилья, аренда имущества, даже аренда повседневной фурнитуры, скажем, она тоже переходит в модели шерен иконами. Поэтому, если вы придумаете, как что-то дорогостоящее или что-то, что не всегда, не каждый день используется, человеком можно вынести в модель коллективного пользования, в аренду или в peer-to-peer какое-то использование, или в обмен и так дальше, то этот проект однозначно будет актуален. Потому что чем дальше в будущее, тем меньше люди будут себя отягощать каким-то барахлом, который нужно где-то хранить, на который нужно тратиться и который не отбивает себя за 20 лет. За 20 лет никто даже не знает, что произойдет. Если вы посчитаете, например, покупку недвижимости какой-либо и сдачу ее в аренду, она отобьется через 15-20 лет. Через 15-20 лет может не быть ни страны, ни вас, ни вообще той парадигмы экономической, которая есть. Поэтому лучше деньги не храните в рухляде, лучше их используйте как-то по-другому. Значит, ну вот тенденция в больших городах с увеличением количества транспорта и с концентрацией населения классическая модель транспорта будет невозможна. То есть это не вопрос экономики даже, это не вопрос того, что как-то прикольнее кататься на Uber, нежели пользоваться своим автомобилем. Это вопрос того, что просто города остановятся. Вы уже видите, Киев стоит, большие мегаполисы стоят. Строить дороги вам несколько рядов под землей, над землей, это уже какая-то антиутопия. Поэтому чем дальше, тем больше транспорт будет переходить в модель шарин-эконами. Теперь по поводу кадров. Это HR сейчас будет месседж. Если мы посмотрим на статистику, сколько на земле креативных людей и людей, занимающихся наукой. Это доли процента. Меньше 2% населения земли реально создают креативные товары и создают научные исследования и разработки. И за этими людьми сейчас охотятся все. Если вы знаете, Китай, например, скупает целыми кафедрами преподавателей, профессоров для того, чтобы у себя с нуля поднимать систему образования. Все хотят в свои города, в свои корпорации, в свои страны талантов. При этом все больше модель трудоустройства переходит на модель фриланса. Если, например, посмотреть по США, то в США в общей доле прироста рабочих мест большая часть – это занятость на фрилансе. Во-первых, это выгодно экономически для компаний, не нужно платить соцпакеты. То есть минимизируются просто издержки. С другой стороны, люди все больше хотят быть мобильными, работать удаленно и жить гибко, глобально. Поэтому, ну и плюс они не готовы работать много лет на одной и той же работе. То есть 2-3 года на одном и том же месте и люди уходят. И причем это 2-3 года – это для миллениалов, для поколения Z эта планка еще меньше. То есть это проект полгода, год. Поэтому не надейтесь, это вопрос, месседж к HR, что вы удержите человека 10 лет, 5 лет на одном месте. Не надо. Пусть это будет текучка. Вопрос в том, как вы быстро будете находить замену качественную кадрам, как вы будете ее рискилить до того уровня, чтобы она работала в вашей компании эффективно, и потом отпускать дальше. Ну и плюс можно еще коммерциализировать этих людей вне вашей компании. Ну плюс даже Davos говорит нам, что топ-2 вызова для HR, для компаний в будущем – это справиться с постоянной мобильностью кадров и справиться с постоянным переобучением и переквалификацией людей. Если посмотреть на прирост туристов, то это тоже, можно сказать, нелинейный рост, ну не скажем так экспоненциальный, но где-то он параболический. То есть чем дальше в будущее, тем больше люди будут хотеть везде все посмотреть. Ну, во-первых, больше возможностей технических, то есть больше транспорта, дешевле транспорт. Во-вторых, в азиатских странах, в некоторых странах, которые развиваются, где больше всего населения, больше покупательная способность. Поэтому все, что связано с туризмом, стартапами, связанными с туризмом, навигацией в туризме, сервисами для туристов, это все будет супер актуально в ближайшие, не знаю, какое-то огромное количество лет. Плюс сжимается рынок труда и все, что только можно, роботизируется. То, что, например, сейчас мочит Трамп, это не просто, скажем, его какая-то, ну, как бы, шиза, да, это реалии времени, потому что автоматизация стала, наконец-то, выгодной экономически. Если раньше рабский труд китайцев был дешевле, чем внедрение роботов, то сейчас выгоднее автоматизировать производство, перенести его из Китая, уменьшить издержки на логистику. Ну, как бы, поэтому все стартапы, связанные с автоматизацией, роботизацией производства, с цифровизацией производства, это тренд в ближайшие 10, 20, 30 лет. И образование. Вы видите, что рынок труда будет сжиматься. По оценкам, уже на сегодняшний день, да, Макинзи и Мирового банка, около 50% всех мест под угрозой исчезновения рабочих мест. Поэтому все, что связано с переквалификацией, обучением, образовательные стартапы, ну, именно прикладные, да, которые помогают найти новую занятость, зарабатывать деньги, они будут суперактуальны в будущем. Медицинское страхование, пенсионное страхование – супербольшая проблема. Система государственная не перестроилась к новым реалиям экономическим, поэтому стартапы, проекты, связанные с каким-то сбережением или накоплением стабилизационного фонда для человека для медстраховки, поевые фонды, там, какие-то, ну, то есть все возможные вещи, связанные с социалкой, они будут актуальны. Да, я заканчиваю, я вижу, но, как всегда, я не успеваю. В общем, биотек и диджитал будут двумя топ-направлениями технологическими, которые изменят мир, то есть если выбирать куда-то идти, то если вы пойдете в диджитал или в биотек, в хеллске, вы не ошибетесь 100%. Ну, тут не буду я комментировать этот график. Люди будут жить дольше, и общество развитых стран постареют, поэтому свои сервисы и проекты нужно ориентировать на более старшее население, на стариков, грубо говоря. Теперь, если раньше основной целевой аудиторией это была молодежь, там, как обычно, 20-20, 45, то сейчас ориентируйтесь на 50-65+, вы не ошибетесь, потому что это будет 30% вообще всех покупателей, учитывая то, что они получают стабильный доход, там, пенсии или какие-то сбережения. Поэтому старики – это ваши клиенты в будущем, а в более далеком будущем это бессмертные люди. Ну, это так, я же фоторолог, я должен вам сказать, что в ближайшие 30 лет мы ожидаем бессмертия, я ожидаю с нетерпением большим, умирать не собираюсь, сразу вам говорю. Поэтому, если хотите суперинновационный бизнес, ориентируйтесь на бессмертных людей. Потом порно. Очень крутой бизнес. Сегодня уже один спикер говорил про порно, и я не шучу. То есть реально, если это порно инновационный, если это 3D порно, если это VR порно, или AR порно, или еще какой-то порно. Алексей, вы увлеклись. Сюда же игрушки. Начинайте проекты. Заканчиваю еще два слайда. Значит, все, что связано с онлайн знакомствами, дейтингом и прочим. Люди не хотят больше физически напрягаться, ходить, знакомиться, дружиться. Это все очень тяжело и долго. Поэтому все, что связано с онлайн решением межличностных отношений, дейтингом тоже будет очень популярно. И люди грустнеют. Всем грустно. Мир меняется. Люди падают в депрессию, сходят с ума и так дальше. Поэтому, если вы найдете какие-то способы развлекать людей, утешать их, какие-то виртуальные онлайн-психиатры, онлайн-диджитал-дети, какие-то диджитал-друзья или еще прочее, то все это будет актуально, потому что чем дальше, тем больше будет грустных людей. Ну, индустрия еды, конечно же, население растет. Причем оно растет экспоненциально и будет еще расти как минимум лет 20-30. И будет есть в два раза больше. Поэтому, там, Давос выписал 12 технологий. Пожалуйста, обращайте на их внимание. Там, блокчейн, энергетика, ИОТ и все, что вы знаете. Короче, сельское хозяйство будет супер популярно. Людям нужно будет больше есть, людей будет очень много. Идите в агро, но не в агро, а в агротек или инновационное агро. Цифровое правительство, я уже так просто перечисляю, манипуляция. Занимайтесь стартапами, связанными с манипуляцией людьми. Особенно в политике. Политика очень крутой заказчик, большие бюджеты. Поэтому, если вы научитесь помогать политикам разводить избирателей, то вы будете миллиардерами или миллионерами. Потому что нынешняя модель власти и госуправления еще сохранится, я думаю, не одно десятилетие. А политики будут все больше требовать технологий для манипуляции избирателями. Поэтому это классная ниша для бизнеса. Подписывайтесь, как сегодня учили. Ставьте лайки, подписывайтесь на фейсбук. Будем общаться. Окей. От вопросов Алексею я пока воздержусь. Но еще к некоторым таким критическим моментам мы вернемся. Это так, чтобы просто не превратить это в панель обсуждения порно и VR. И всяких таких вещей, когда людям не нужно жить в реальном мире. И следующее выступление. Нет, это Станислав. Который нам расскажет от того, почему богатые обогатеют, а бедные беднеют. И начнем мы, пожалуйста, с того, что один такой вопрос я задам. Ну, в силу вот этой тенденции, да, вот очень много идет разговоров о гарантированном доходе. И он где-то в ближайшее время становится такой реальностью, да, потому что с развитием новых технологий, некоторым индустриям вредно, чтобы на них работали люди, да. Вот отношение к этому тренду, да. Ну и дальше, как бы, свои комментарии именно в рамках темы. Окей, спасибо. Я, если можно, вначале хотел бы узнать. Ну, то есть, очень интересно, много людей собралось. Не хотелось бы потратить ваше время, в том числе, на то, что вам неинтересно. И рассказать то, что интересно. Поэтому, кто из бизнеса в аудитории, вы можете поднять руки? Мне просто интересно узнать, кто занимается бизнесом. Окей, а из IT-сферы? Окей, кто студент? Нет студентов. То есть, у нас большинство, я так понимаю, аудитории из бизнеса, если я не ошибаюсь. Больше рук было поднято. Ну, я вам скажу честно, что вот сильно я не готовился к этому докладу, потому что начался, я работаю в Лиге НЕТ, и начался большой бизнес-сезон, и мы начали активно работать над проектами. Но, что бы я хотел рассказать вам о глобальных тенденциях, которые затронули как раз вот сейчас мой коллега затрагивал, и почему очень важно в этих всех тенденциях есть одна такая большая составляющая. Она называется деньги. Что с деньгами происходит, и почему в Украине IT вроде как бы есть, и много очень компаний, которые занимаются IT-разработкой, но и в то же время Украина бедная страна, и внутреннего IT у нас нет. Ну, наверное, не открою вам большую тайну, что весь капитал находится, большая часть капитала в развитых странах, и в США находится основной заказчик на украинские IT-разработки. Поэтому как бы мы пока не имеем внутренних денег, которые бы, внутренних заказчиков, которые бы стимулировали внутреннее украинское IT и, в принципе, инновации. То, что у нас есть, то, чем можно уже начинать гордиться, у нас, вот как бы это ни было странно, я бы, наверное, такого никогда не сказал, но появляются первые заказчики в государстве. В то же время вы знаете, наверное, что появились такие проекты, как Прозора, например, которые являются, на самом деле, одними из первых ласточек украинского прогосударственного IT. ЕГАВ-платформы, которые были частными, вы знаете, наверное, Дмитрия Дубилета, который передал в госсобственность платформу по ЕГАВ. Вот такие штуки у нас появляются, но, к сожалению, финансов или спроса у людей на IT-решения у нас практически нет. Поэтому то, что происходит, мы буквально на днях обсуждали с директором по маркетингу глобальной компании GlobalLogic. Вы, наверное, знаете, это одна из топ-компаний, которые занимаются IT-аутсосингом в Украине. Мы долго спорили о том, что же является курицей, а что яйцом. И если, допустим, вот он, его позиция была, что если у вас есть инновация, инновация не имеет границ, не имеет нации, вы можете создать стартапы и обогатить вашу нацию за счет вашего изобретения, с одной стороны. С другой стороны, как не печально это признавать, но все наши стартапы, которые были успешными, от PetCube и так далее до разработок в сфере компьютерного зрения, они в итоге уезжали и перевозили большую часть команд в развитые рынки. То есть мой аргумент был, что пока у нас не будет финансов, у нас не будет развитого IT в Украине. Как это будет происходить дальше? Мое видение процесса этого, который будет происходить с появлением платежоспроизводного спроса. Мне кажется, что как раз такие вот аутсосинговые компании и люди, которые работают в них в первую очередь, они и послужат, то есть это первый этап, они послужат формированием в Украине людей, которые сформируют платежоспроизводный спрос на новые решения и технологии. Это количество людей в Украине, которые занимаются разработками, это инженеры, IT-инженеры, их 120 тысяч примерно по оценкам IT-компании. Вот как только у этих людей они накопят деньги, они тогда уже смогут вкладывать внутренние решения, и для, опять-таки, стартапов и для новых высокотехнологичных компаний появится рынок. То есть мне кажется, это будет следующий этап нашей сырьевой страны, даже с точки зрения не только сырья, но и сырья мозгов, которые мы сейчас используем на благо больших корпораций, как, допустим, наши разработчики делают компьютерное зрение для Таймлера или для БМВ и так далее. То есть первый этап, да, мы должны отдать свои мозги и ими попользоваться. Второй этап, мне кажется, что все-таки будут вот именно эти люди, которые формировали IT-компании аутсорсинговые, они будут первыми потребителями новых IT-услуг в Украине. Теперь, что касается, ну, то есть глобального капитала, и, ну, то есть это о хорошем было, о плохом. Почему, как бы, мне кажется, что есть такое мнение, что вот богатые богатеют, бедные беднеют. Это, в принципе, вот, коллега затронул тему Трампа. Что происходит с Трампом? Да, он пытается перетащить в США предприятия, которые можно будет автоматизировать, которые находятся в Китае и делаются за счет китайской дешевой рабочей силы. Почему это тяжело сделать? Потому что часть корпораций, они настолько уже, как бы, разразненно находятся по всему миру, что тащить их, как бы, ну, то есть, грубо говоря, если я компания Apple, а если у меня производство налажено в Китае, то перетащить мой завод из Китая, как бы, будет довольно-таки парадематично. Но, тем не менее, если я компания Apple или есть компания Facebook, все мои финансы, которые я получаю в разных странах, в том числе и в Украине, даже иногда не платя каких-то налогов, или, допустим, у меня компания Uber, очень много было дискуссий, как Uber работает, на какой финансовой налоговой базе в Украине. То есть, эта тема до сих пор серая, ну, полусерая, я бы сказал так. То же самое касается Facebook, у которого даже нет офиса в Украине. То есть, пока у нас эти компании не платят никаких значительных отчислений, наша страна не получает, опять-таки, денег. И деньги эти аккумулируются все больше в крупных развитых странах, корпорациях, которые имеют возможность инвестировать в хай-тек. То есть, чтобы получить хай-тек решение, нужно в него много инвестировать. Поэтому, если у вас нет денег, то вы, соответственно, не можете в него инвестировать, даже если у вас есть классная идея в начале. И, соответственно, вы, получая, организовываете стартап, вы, так или иначе, потом окажетесь под инвестором, который находится в силиконовой долине, и который является инвестором крупной компании, например, Facebook, или Google, или Uber. Такой сейчас закон круговорота денег в мире. Мне кажется, что он не изменится, и очень большие шансы, как, ну, то есть, я вот, допустим, писал одну из колонок еще в 2014 году в газете «Капитал» о том, что, наверное, наиболее, ну, то есть, лучшая возможность для стран, у которых нет капитала, это показать свои таланты через креативность. То есть, до сих пор можно стать успешным спортсменом, до сих пор можно стать успешным актером и деятелем искусства в стране, которое не является источником капитала, и стать богатым человеком. Это, наверное, самые такие, как бы сейчас, большие возможности, которые позволяют вам остаться человеком, живущим в нашей стране, и быть успешным, потому что спрос на креативность, спрос на новые профессии, связанные с развлечением людей, с коммуникациями, они быстро растут в спросе. Почему? Потому что, опять-таки, многие люди становятся, а у нас становится большая часть старшего поколения, которому нужно что-то смотреть. Это раз. Во-вторых, у нас появляется больший спрос со стороны молодого поколения, которые получают деньги, и им тоже нужны зрелища. Вот на зрелищах, как по мне, в Украине будет много еще, то есть, большой спрос, и мы можем стать источником талантов, и уже есть, которые работают в креативных профессиях, не связаны с техническими знаниями. Теперь о подоходном доходе и то, что, как бы, там, вот эта ремарка. Мне кажется, это очень классная тема, и подоходный доход, извините, гарантированный универсальный доход, в принципе, получают уже, как бы, украинцы. Он не прямой, нельзя его назвать, как бы, ну, то есть, универсальным доходом, но это пенсия. Пенсию получают люди, которые, как бы, не работают. В глобальных, как бы, индустриях и компаниях, и государствах есть идея перевести на такой уровень универсального дохода также граждан, которые так или иначе выпали из индустрии, потому что происходит очень быстрый процесс роботизации и даже, как бы, ну, и информатизации, когда искусственный интеллект заменяет, фактически, средний класс, не только, как бы, заменяет, там, людей на производстве. Поэтому, вот, как бы, там, умные люди собрались и придумали, что и в разных странах уже есть эксперименты, что нужно делать универсальный доход человеку, платить ему универсально, там, по тысяче евро в месяц, и он должен, ну, то есть, стараться придумать что-то интересное, то есть, там, придумать стартап и так далее, или, там, придумать, не знаю, свой театр и так далее. Но при этом он, как бы, знает, что он финансово независимый и государство его поддерживает. И потом, в будущем, если он, то есть, успешно придумал свой стартап-политеатр, то государство еще и заработает на нем, потому что у него было гораздо много, больше времени, чтобы поучиться, получить образование, чтобы отработать свой стартап и, в общем, да. Если он в виртуальный мир не уйдет по сценарию, который... Да, если он, конечно, там, не растворится в мире виртуального мира, что тоже, как бы, одна из реальностей. Вот. Поэтому в Украине, как мне кажется, такой универсальный доход может быть, и, как бы, он все-таки должен идти, наверное, не от государства, от инициативы, а от крупного бизнеса, который, ну, то есть, у которого до сих пор есть огромное количество людей в больших компаниях, или, так сказать, может быть, государственная компания, которая работает неэффективно. Ну, то есть, и при этом, допустим, в государственных компаниях нельзя сокращать, как вы знаете, персонал. Возможно, его лучше перевести на универсальный доход, и, то есть, чтобы эти люди получали гарантированно деньги, как бы, и, возможно, реализовали себя где-то еще. То есть, государство что-то такое могло разрешить. Но оставить в корпорациях больших компаниях государственных людей, которые на самом деле отвечают за операционную часть. Я тут фантазирую, конечно, но вот мне кажется, что вот по таким компаниям, я смотрел, допустим, как Укрпочта, но вот такое можно сделать. Ну да, тут, наверное, еще такой интересный аспект, да, если рассмотреть Украину, страну, как условную корпорацию, да, то она на протяжении, скажем, десятилетий работает в убыток, да, и вот, в принципе, корпорация уже была бы в режиме санации в этом случае, да, то есть, и плюс еще с каждого оборота где-то на коррупционных схемах уходит там от 30% и выше, да, и если вот это все как бы рассмотреть, то тут, наверное, мы уже находимся на каком-то гарантированном доходе, только не все население, да, то есть какой-то… То есть, не гарантированно получают все люди этот доход. Да, ну, в общем, это очень плохо, потому что у нас даже через субсидии, когда они не монетизируются, но уже монетизируются потихоньку, у нас народ не может голосовать гривной, по сути, ну, то есть платить за услуги. Ему навязывают там услуги ЖКХ и так далее, но это очень плохо. Поэтому, чем больше денег как бы будет даваться людям для хотя бы, там, не знаю, ну, принятия простых решений, тем больше будет у государства по итогу и налогов, и оборота в торговле, и вот этих инвестиционных решений, которых у нас нет, потому что нет спроса на инновации, потому что люди там идут за тысячу гривен, покупают еду себе и все. Вот самый большой успех Украины за последние годы в области инноваций, как бы, да, о котором там везде трубят и часто его приводят, это вот продажи от снэпчата, но по сути это смайлшит, который стал, ну, лицом Украины, да, там о нас везде написали, вот вообще, почему так? Ну, есть такая одна неприятная штука, то, что обычно обращают внимание на стартапы технологии, которые развлекают, развлекательные, да, то есть если там мы делаем что-то для индустрии, для бизнеса или там делаем часть Боинга, то это не так интересно, но когда мы понимаем, что можно смайлик запостить в Фейсбуке, то вот уже как бы я расширил и получил большой охват. Ну, к сожалению, как бы, ну, опять-таки, то, о чем я говорил, на развлечениях можно как бы вот как раз-таки и подняться. Ну, то есть, в принципе, тренд наш сегодня, это то, что мы уже об этом сегодня говорили несколько раз, да, корпорации прекращают быть спонсорами будущего, развитие технологий ведет к, ну, некоторой такой, да, вот простите за бедность речи, дебилизации в целом населения, да, где-то тут. Ну, по сути, очень много будет зависеть от того, как корпорации решат, что делать с населением во всем мире. То есть, или вкладывать в него, образовывать, или посадить его в виртуальную реальность и дать ему смотреть порно. Ну, то есть, одно из двух, наверное. Хорошо, спасибо большое. Следующее вот слово мы передадим Ярославе, которое сейчас усугубит еще дальше, да, вот, нет? А, у Ярослава будет говорить о позитиве. Мне кажется, у нас загорла какой-то уже, мы заговариваем против чего-то. Загор. Ну, да, то есть, ну, Ярослава, да, нам, наверное, расскажет о том, что не в силу идут в виртуальный мир, надеемся, да? Добрый вечер. Я готовилась, у меня есть презентация, если... Да. Я просто хочу краткую ремарку, я буду ходить, мне так удобнее, и просто хочется, чтобы вы немножко тоже как-то так... Еще cheer up. Первое по поводу людей и того, что там искусственный интеллект что-то там заберет. Смотрите, где-то в прошлом веке, в начале прошлого века, когда швец шил обувь, да, все было хорошо, и потом пришли предприятия, и что случилось? Работа у этих людей не стала, как бы, но появились, эти люди начали заниматься чем-то другим. Были конные повозки, и когда появились такси, что случилось? Как бы, плохо это или хорошо? На самом-то деле, все, что происходит, это прогресс, и работу никто ни у кого не заберет, потому что человек будет думать, что ему делать дальше. Вот это, мне кажется, ключевое, и нас просто пугают, может, кому-то, наверное, это важно. Это просто мой комментарий и мое такое субъективное мнение. Просто нужно думать, чем заняться, что еще новое, какие-то возможности, и таким образом общество будет двигаться. А теперь по моей презентации очень кратко я хочу рассказать про то, как, мне кажется, диджитализация повлияет на индустрии. Я сначала хотела показать вам цифры по интернет-аудитории. Думаю, покажу, как же в мире, что происходит, потом поняла, мы просто все там, поэтому покажу вам другой слайд. Тут, наверное, не видно на самом-то деле, я вам просто его озвучу. Есть прекрасный сайт, прекрасная организация, это World Economic Forum, они очень много там крутого всего публикуют, отчетов. Там не видно классного слайда, но я вам расскажу ключевые моменты тенденции. То есть сначала был Web 1.0, мы уже прошли это все, да, сейчас что у нас есть? Web 1.0 — это интернет, это обычно, то есть, по сути, зачем вам рассказывать про то, что уже ушло. Web 2.0 — это облака и мобильные технологии. Дальше идет фаза, это Big Data, аналитика. Следующая фаза, то, что сегодня говорили коллеги, это интернет вещей. И дальше искусственный интеллект. То есть мы находимся в четырех этих фазах, которые очень стремительно растут. Если кому-то интересно, я потом даже оставлю, что свои контакты, просто в Facebook, я там выложу презентацию, посмотрите. Потому что это такой крутой график, который показывает, где мы на самом деле находимся. И я взяла некоторые сферы и показала, а что, собственно, с ними происходит. Первое — медиа, потому что она такая понятная, легкая для всех. Происходит персонализация и в рекламе, и в контенте. Дальше такое понятие, как компьютеризованный журнализм. Это когда журналист использует данные, которые анализирует машина. И, соответственно, на основании этого уже готовят свои материалы. Это голос, потому что все дальше и дальше мы используем голос, и также мы будем воспринимать новости. Но это же видео и аудио. Это, по сути, то, как диджитализация поменяла индустрию. И самое важное, что я хочу сказать, не только про вот эти сферы и так дальше. Цель моего доклада, чтобы вы посмотрели, может быть, на свою сферу и подумали, а какие инструменты есть сегодня у меня, чтобы я мог сделать что-то круче, как-то достучаться до аудитории, которая находится уже в сфере, которую мы обсуждали. То есть она находится в мобильном полностью на самом-то деле. Дальше. Ритейл. Первое — это, наверное, достаточно смешно, потому что мир это уже прошел. Это e-commerce. То, что ритейл-компании становятся технологичными. Я на английском писала, мне так просто было проще. А на самом деле я озвучу, но достаточно такие тезисные. Персонализация, голосовые помощники. Я ничего нового вам не скажу. Это просто то, что уже сегодня, я специально взяла, то, что сегодня влияет на индустрию. И интернет вещей, потому что в Штатах уже в этом году будет 5G. Какой он будет, непонятно, но что-то будет. Как бы это значит, что с вами будут разговаривать ваша машина, ваш холодильник, ваш чайник. Все они будут соединены и что-то там друг другу передавать. Это круто или нет, но как бы тут уже вопрос кибербезопасности, который, в частности, тоже будет волновать всех. Должен волновать. Что сейчас происходит с рабочей силой и обучением? Искусственный интеллект в процессе набора персонала. Что это значит? Что резюме уже анализируется машиной, какой человек подходит, не подходит. Это есть, это не какие-то космические технологии. Это используют уже передовые, да и вообще компании у нас. И когда я говорю о АИ, это простое машинное обучение на самом-то деле. Потому что тут разве что модно просто говорить искусственный интеллект. Пока как такового искусственного интеллекта нет. Это просто алгоритмы, которые анализируют информацию. Это адаптивное обучение и продуктивные боты, боты продуктивности. Что это значит? Что нас уже анализируют. Всегда. Выгорание, как мы эффективны, неэффективны. И на основании этого работодатель уже делает какие-то свои выводы. Нужно ли нас учить, нужно ли нас поощрять. Или как бы мы уже все выгорели, нам нужно просто отпустить. С финансами, вот это самое интересное, то что происходит. Потому что я очень люблю наблюдать за этой сферой. Модно называть финтек. Сейчас с ними происходит очень много всего. Мы не замечаем. На самом-то деле самая большая трансформация происходит в частности и в финансовой сфере. Все эти криптовалюты, модные слова, блокчейны, робосоветники. Это все происходит. Мы этого не увидим. Мы увидим уже как факт. Социальные платежи. Вот тут уже некоторые из вас знают, не знают. Но есть классная. Наверное, классная. То есть я смотрела только визуально. Приложение WeChat. Это китайское. Китайцы полностью, практически перешли на… То есть они расплачиваются через… Боже, мессенджеры. Мне было интересно, почему. Но если штаты такие продвинутые, такие крутые, почему там такого нет? Потому что у штата интернет-платежи ок, через карточку. Социальные нет. Через социальные сети. Возможно, вы знаете, возможно, не знаете, что не так давно китайцы расплачивались… То есть для того, чтобы что-то купить, они носили с собой мешки денег. То есть у них такая была валюта. Как бы носили они эти мешки, носили. Там в буквальном смысле тоже даже интересно, есть такие фотографии в интернете, можно посмотреть, что у них происходило. А потом появился интернет. Резко. И вся эта аудитория миллиардная перешла в социальные сети, такие как WeChat. И поскольку там была аудитория, то логично, что сделали для нее и другие возможности. То есть если вы приедете в Китай, мне рассказывали люди, которые туда ездили, у них попрошайки, которые сидят, просят, сидят с QR-кодами. И вы сканируете QR-код и через мессенджер бросаете им денежку. То есть как бы все, кэша нет, карточки там не понимают в основном. Ну как бы есть, конечно же, но вы приезжаете в Китай, вы подключаете себе WeChat, заводите эту карточку и начинаете расплачиваться. Вот это уже есть. У нас, я не скажу, будет ли или нет, у нас другая культура. Это все зависит от культуры на самом-то деле. И оффенбанкинг, это тоже очень интересный такой тренд, когда банк разрешает и сторонним приложениям, и сторонним разработчикам что-то делать у себя внутри, таким образом обогащая экосистему. Это у меня уже практически последнее. Можно было очень много на самом-то деле сфер, потому что все сейчас меняется. Меняется транспорт, потому что появляются дроны. И у нас еще нет, но в Штатах активно дроны доставляют уже какие-то посылки. Также дроны отправляют в зоны, где сложно попасть человеку, особенно катастрофы какие-то. Поэтому дроны действительно помогают, делают фотографии. Возможно, там где-то люди остались и так дальше. Не знаю, как вы, но я мечтаю про автомобиль, который сам меня возит. Ну, потому что я не умею водить, и я боюсь. Но на самом-то деле и летающие автомобили, там Uber тестирует, нанял инженера из NASA, что-то там делают. Это все, наверное, круто, но на самом-то деле это же не просто сделать машину. Это нужно предоставить ей возможности. Это нужно таким образом изучить и сделать правильную инфраструктуру. Но в нашей стране еще нет. Поэтому это у нас будет такой assisted driving, скорее всего. Когда вы где-то рядышком едете возле пустого руля. Ну, то есть вот как-то может быть так. Такое понятие машины, как интерфейсы, это то, что мы говорили, что когда вы садитесь в машину, у вас там стоит какая-нибудь Alexa от Amazon, и вы ей говорите, там, не знаю, закажи мне что-то домой, прочитай мне книгу. Ну, все, что угодно, там, позвони, это самое простое. То есть, по сути, это у вас будет помощник, который будет с вами разговаривать и вас понимать. Это уже есть. Ну, то есть, Amazon уже внедряется в автомобили. Это как бы все, что я вам сейчас говорю, это не будущее. Вот главное, чтобы вы понимали, это уже сегодняшнее. Просто, может, мы этого не видим или просто не захотим видеть. Ну, и вот это классно. Мне просто очень нравится, когда автомобили будут разговаривать друг с другом. То есть, им нужно разговаривать друг с другом, на самом-то деле, для того, чтобы они, как бы, боже, safely, чтобы они вас могли доставить с одной точки в другую, вот как-то так. И тут, знаете, мы когда проходили, очень интересно, совершенно недавно у нас была, не знаю, лекция, такой метап по поводу презентации, и сказали, что вот этот слайд, спасибо большое за внимание, ни в коем случае не нужно делать, потому что он висит всегда дольше всех на презентациях, и люди только на него смотрят, как бы, это очень плохо. Поэтому у меня там ничего не видно, и я оставила только свое имя и фамилию Facebook. А сейчас больше ничего не нужно, на самом-то деле. Есть просто Facebook, вы заходите, вы можете добавить меня в друзья, я достаточно активно в социальных медиа, с удовольствием буду с вами дружить. Когда мне не лень, я пишу про какие-то технологии, но часто просто лень или нету времени. Спасибо огромное. Я надеюсь, мне очень много времени вашего заняло. Так, вот я просто не могу удержаться. Вот очень интересно такое мнение Ярослава на такой счет. Алексей Жмиринецкий был на одном интервью с кандидатом в президенты Украины и предложил кандидату в президенты использовать блокчейн для того, чтобы опрашивать мнение населения в виде, дословно не процитирую, но нужно повесить ошейник с самовзрывающейся системой. Когда население не готово одобрить действия президента, вот, соответственно, он таким образом самоуничтожается благодаря блокчейну. Что ты думаешь о таком? Ну, это на самом-то деле какой-то трэш. Вообще, на самом деле, блокчейн, знаете, как искусственный интеллект модно. Даже смотри, я бы, знаешь, как перефразирую вопрос. По сути, блокчейн, когда будет развиваться как технология, это возможная форма нового социального договора. То есть, если блокчейн примут, и мы, допустим, все для себя решим, что внедрение блокчейн нам позволяет упразднить государство. То есть, мы теперь не платим налоги, а через блокчейн решаем, какие мы будем финансировать проекты. Допустим, блокчейн решил, и Америка не финансирует никаких, какие внешние конфликты. Блокчейн решил, ну и, например, президент направляет бюджет страны на образование, на развитие, на какие-то, может быть, креативные индустрии. Больше, наверное, даже в таком ключе вопрос. Что ты думаешь? Ну, честно говоря, я очень много разбиралась в теме блокчейна, что тут на самом-то деле, какие есть возможности. Да, первое, блокчейн, это просто для общего понимания, это про доверие на самом-то деле, ну, как бы то, что доносится, что да, все прозрачно, без каких-то там процентов и так дальше, деньги быстро передаем друг другу. То есть вот такая система доверия. Да не дадут такое сделать просто, Оль. Ну, честно, не дадут, потому что, ну, как бы... Ну, это же вопрос просто в форме социального договора. Это либо социум так решит, либо он не решит. А социум не решит, потому что социуму не объясняет, что это такое. Ну, то есть как бы человек не понимает на самом-то деле. Ну, да, встречает часто блокчейн, спроси вот на улице, ну, как бы, ну что, что ты там будешь делать? Это какая-то новая технология. Ну, то есть все. Окей, спасибо. Вот следующую тему я предлагаю затронуть о том, что меняются индустрии, но вместе с тем меняется и вообще формат жизни, да, и вот меняются города. И об этом, вот, я думаю, больше всех нам может интересных вещей рассказать Виктория Рубан. Вот что дают технологии развитию современного города, да, то есть вот какой он город будущего и как мы будем себя в нем чувствовать? Тук-тук, да, работает, ура. Вот я, несколько комментариев по поводу выступления многоважаемых спикеров. Вот когда Ярослава говорит, это вот у них в Силиконовой долине, в Америке, пока еще не у нас. Вот когда Алеша говорит это вот, собственно, тоже через 15 лет, или через 5 лет, это перспектива каких-то там лет. Я хочу вас разуверить и разубедить. Вот это не такая далекая перспектива. И на самом деле уже в Украине происходит очень много вещей, которые нас готовят вот к тому, чтобы завтра появились управляемые машины, самоправляемые машины, которые будут говорить не с нами, а друг с другом. И внимание, в городах будущего, возможно, в какой-то момент даже не будет светофоров, потому что необходимость в светофорах и в другой инфраструктуре, которая обеспечивает, например, правила дорожного движения, общий порядок на дорогах, ад падет сама собой, потому что машины будут общаться друг с другом и сами определять эти правила дорожного движения. Я просто хочу сказать, что да, вот еще пока не в Украине, а уже там у них, вот такая история была до недавнего времени, потому что Украина действительно очень здорово отставала по развитию технологий от всего цивилизованного мира. Да, у нас не было 3G, у нас не было 4G, поэтому все, что мы могли только с вами делать, мы могли говорить вот об этих прекрасных историях, которые случаются вот там вот за океаном. Но, наконец-то, нас, да, спиткало, такое вот счастье. И у нас уже есть технология 3G, у нас есть технология 4G, а это как раз вот тот технологический фундамент, на которых можно строить вот эти вот прекрасные истории и интернет-вещей. И будет развиваться, если будет развиваться интернет-вещей, то это огромное количество подключенных устройств к сети, это огромное количество датчиков, сенсоров, каких-то устройств, которые будут абсолютно по-другому обслуживать нас и помогать нам в жизни. А если они будут общаться друг с другом, значит, они будут генерировать огромное количество просто данных. И эти данные надо будет где-то сберегать, эти данные надо будет анализировать, с этими данными что-то надо будет делать, и, возможно, эти данные тоже можно будет применять и для бизнеса, и для нашей жизни. А это вот то направление прекрасное, замечательное, очень перспективное, о котором тоже говорили мои коллеги, это Big Data Analytics. И здесь тоже для Украины открываются очень большие возможности, потому что IT-сфера, да, она сейчас очень круто развивается, да, у нас сейчас недостаточно IT-шников, да, это очень по-прежнему сексуальная и привлекательная сфера деятельности, в особенности для молодежи. Но я вас не уверен, что вот следующая сексуальная и супер-привлекательная сфера, это будет Data Analytics. Поэтому учите детям математику в школе. Это будет следующее великолепное, да, прекрасное направление. Извините? Это и есть IT. Это, ну, это не совсем IT. Это базовая математика, это прикладная математика, это там нужны какие-то, ну, гораздо более такая профаунд, математическая, math essential, да, подготовка для того, чтобы анализировать данные. А данных будет много. Поэтому это тоже очень интересная перспектива для нас, для украинцев, у которых великолепный интеллектуальный потенциал. У нас очень хорошая школа, у нас много технических вузов, у нас все еще живы, вот, и компетенции, и знания, которые можно передавать. Поэтому все, что, мне кажется, надо сделать, это вот с детства не убивать в детях, вот, любовь к математике. Потому что вот как учиться, вернее, как читать, можно обучить любого ребенка, да, точно так же и считать можно научить любого ребенка, да. Просто надо что-то перестроить в консерватории или в нашей, там, средней школе. Так вот, возвращаясь теперь к смартовым решениям, которые сейчас уже развиваются, я вам хочу сказать, что вот мы сейчас включаем Украину, в глобальную платформу интернет-вещей. Это IoT-платформа Vodafone. Это платформа, которая работает в 80 странах, то есть во всех странах, в которых работает Vodafone, и на которой построены смартовые решения Smart City Лондона, Smart City Амстердама, Smart City Лиссабона. Вот сейчас Vodafone выиграл большой контракт на строительство Smart City в Дубаях. Так вот, в ближайшее время Украина включается в эту платформу. И что это означает? Это означает, что все те прекрасные смартовые решения, которые есть в этих городах и которые есть в Америке, их можно будет очень легко и просто реализовать в Украине. Более того, в связи с тем, что у нас есть сейчас 3G и 4G, да, и у нас есть вот этот фундамент технологический, мы можем построить отдельную сеть. Это сеть специальная для как раз интернета вещей и для устройств, которые будут обмениваться вот этим служебным трафиком, да, чтобы они не мешали нашему обычному трафику в общедоступных сетях. Эта сеть называется NBUT. Это новая эксклюзивная технология. Эксклюзивная она для Украины пока. И вот мы, собственно, опять же приступаем к строительству этой сети. То есть вот изменения будут происходить очень-очень быстро, я вам гарантирую это. Мы сейчас запустили, запускаем, вернее, такой проект в Харькове, называется Smart City Харьков, где мы тестируем множество интересных кейсов, которые есть у Vodafone в других странах. Но вот как это работает в других странах или в других городах, я вам расскажу буквально два вот слова. Да, ну, например, область умного освещения. Вот в Осло есть такие умные фонари, но не только в Осло, вообще на самом деле уже в достаточно большом количестве городов, есть умные фонари, которые умеют регулировать насыщенность освещения в зависимости не только от времени суток, но в зависимости от погодных условий, от облачности, от ситуации на дороге, от плотности, например, дорожного потока, потока машин, от плотности пешеходного потока. Так вот, в результате, когда Осло внедрило вот эту вот систему умного освещения, энергопотребление только вот в этой сфере, и, соответственно, затраты на электричество сократились на 60%, даже более чем на 60%. И это вот к вопросу о том, кто там говорил, вам Стас говорил, да, о том, что технологии – это очень дорого. Да, вот технологии, да, это может быть дорого, но это дорого для нас, когда вот мы включаем платформу Vodafone, когда мы строим сеть NBIT, это супердорого, действительно миллионы долларов, сотни миллионов долларов. Вот, но когда речь идет об организации каких-то простых процессов или каких-то сервисов, ну, которыми пользуемся в городах, то это на самом деле недорого, наоборот. Суть-то не в технологиях. Технология – это не сама цель. Технология – это всего-навсего инструмент. Организовать многие вещи, многие сервисы, которыми мы пользовались и пользуемся, но абсолютно другим оптимальным образом. И более того, технологии помогают, да, вот наиболее оптимально использовать тот ресурс и деньги, которые есть у нас. Я вот смею вас уверить, что ни в одном самом благополучном городе мира нет достаточного бюджета для решения вот всех городских проблем. С дефицитом бюджета сталкиваются все города. Вот все, везде, в любой стране, да. Но смартовые решения позволяют настолько оптимально использовать вот существующий ресурс, существующие деньги и средства, и людской ресурс, чтобы этого ресурса хватило на решение гораздо большего количества вещей. Еще один пример приведу. Есть такой город, Портланд, по-моему, называется, да, в Орегоне, это северо-восток Соединенных Штатов. Вот там городские власти внедрили, мне очень нравится этот проект, они внедрили такую автоматическую адаптивную систему управления светофорами. То есть светофоры не запрограммированы по какому-то там определенному алгоритму, да, там включаться-выключаться, там включать-включать зеленый, там и красный свет. Они, опять-таки, реагируют в реал-тайме на ситуацию на дороге и включаются именно тогда, когда необходимо, потому что идет съем и передача данных о реальной ситуации на дороге. Так вот, в результате пробки, ну, они не исчезли, но их стало существенно меньше. В результате люди тратят намного меньше времени на дорогу. В результате пешеходы более упорядоченно тоже двигаются, ну, вот и по переходным переходам в том числе. И есть такое, ну, вот весьма логичное, но не совсем, как бы, очевидный, может быть, для нас эффект с вами, а он очень важен для города, для людей, которые живут в городе, которые дышат воздухом. Так вот, в результате внедрения всего лишь вот этой вот адаптивной системы управления светофорами, значит, количество выхлопных газов в год, они уменьшили, там, по-моему, сейчас вам скажу, на 30 тысяч кубических тонн, тонн, да, это в год. А в год, вот для того, чтобы вы понимали, тут звучит, конечно, очень так кошмарно, как для меня. Ну, чтобы понимать, что это такое, это вот то количество СО2, которое, например, там, генерится в атмосферу, ну, или воздух наш, который мы с вами дышим, с шестью тысячами машин, да, на протяжении года, представляете? Ну, то есть, вот вам эффект, эффект, как бы, экономический, эффект экологический. Есть еще какие-то прекрасные истории, например, в Европе, да, в любимых Нидерландах и в Британии, кстати, есть такие тоже решения, тоже связанные с светофорами, кстати, с управлением движения, это больная, да, вот, ну, тема для города, транспорт и дорожное движение. Так вот, там светофоры настроены таким образом, что если они фиксируют приближающееся транспортное средство, которое движется, да, с повышенной скоростью, которая превышает вот лимит скорости, с красной режим, то автоматически включается красный свет, все, стоп, тормозишь. Это, опять-таки, с одной стороны, это, конечно, такая вот вроде бы социальная история, но с другой стороны, она тоже имеет, как бы, вот, ну, цифровое отражение, потому что на 42% уменьшилось количество аварий дорожных на дорогах. А у нас в Киеве, вот, к вашему сведению, где-то порядка 35 тысяч аварий только в Киеве происходят. Представляете, если мы 35 тысяч, да, уменьшим на 42%. Тоже это наша безопасность, это порядок на дорогах. В общем, эту историю, наверное, можно продолжать бесконечно, и это все вот те решения, которые у нас сейчас находятся в работе, которые будут внедрены. И вот из другой сферы еще, вот мой любимый такой, наверное, пример, как-то один из моих приятелей, он вернулся из Канады, и когда он рассказывал, делился своими впечатлениями о Канаде, знаете, что он сказал? Он сказал, Канада – страна инвалидов. Я очень удивилась, как это так может быть. Но там действительно очень большое количество людей в инвалидных колясках на улицах. Не потому что их там много, а потому что наши, у нас люди тоже инвалидные, с инвалидностью есть, но они сидят по домам, и они не выходят в город, который, ну, устроен таким образом, что им просто там неудобно, он абсолютно вражесственно к ним настроен, да. Они не могут спустить, там нету пандусов, нету соответствующего транспорта. Так вот, понятное дело, что, конечно, на 100% дружественным к людям с ограниченными возможностями ни один город быть не может, потому что это тоже очень дорого, да, действительно очень дорого. Но есть, опять-таки, смартовые решения, которые могут в том числе и эту проблему помочь решить. Но вот в Канаде, в нескольких городах есть такой сервис, который позволяет людям с ограниченными возможностями планировать и оптимально строить маршрут по городу, с учетом того, вот где инфраструктура, например, там готова, где ходят автобусы низкопольные, да, куда можно заехать, собственно, на коляске, с транспортом, не с транспортом, с расписанием, это называется, да, с расписанием движения. То есть можно точно рассчитать маршрут, точно рассчитать время прибытия вот такого вот автобуса на остановку, и это тоже помогает, опять-таки, этим людям чувствовать нормально себя, так как и мы с вами, да, без ограниченных возможностей чувствуем себя в городе, должны чувствовать в современном городе. Ну, я, наверное, закругляюсь, потому что я могу говорить вечно. Ну, я думаю, да, я думаю, что тут вот, ну, исходя из того, что мы услышали от Вики, да, и от того, что уже есть реальные кейсы, которые вот станут, в общем-то, очевидными и сделают жизнь лучше в ближайшее время, да, то, по крайней мере, часть того, как бы, комфорта проживания в городах Украины, она вот такая близкая перспектива, да, то есть какие-то вот цифровизации и влияние, скажем, там, негативно на общество, да, вот, ну, это пока не с нами, да, ну, в меньшей степени, да. Вот, вот Вике хотелось бы задать такой вопрос, вот, Виктория Власенко, да. Уже мне, да. Вот, вопрос следующий, вот Виктория нам расскажет о том, что происходит вот в науке, да, и как наука стыкуется с IT. Вот первый вопрос, который бы хотелось задать, вот, sharing economy сегодня позволяет, ну, не владеть, иметь доступ, и с одной стороны, вот, я лоббист украинской науки, да, а с другой стороны, я понимаю, что Украина сегодня, наверное, в 80% направлений исследований не может себе их позволить, да, то есть, наверное, фундаментальной наукой мы в Украине, в принципе, уже сегодня не можем заниматься, а должны подхватывать то, что где-то находится на ТРЛ-5 и делать прикладные решения, например, там, по опыту Кореи тот же, да, у которой фундаментальной науки почти нет, или, там, по опыту Китая, который копирует, да, что-то, вот. Я надеюсь, нас не слышат ученые-фундаменталисты. На самом деле, я думаю, что тут вопрос, как реалии сегодняшних мира, да, что нужно какие-то вещи пересматривать и идти в ногу со временем, да, потому что вот sharing economy меняет индустрию, в том числе меняет науку, и вот, на мой взгляд, меняет так, но, может быть, у вас какое-то другое мнение на этот счет. Да, здравствуйте, я, наверное, тоже встану, потому что немножко засиделась, в последнюю выступаю. Презентации у меня нет, но я готовилась, то есть. Сначала интересно было бы услышать ваше мнение. Вот кто-нибудь скажите, какие у вас ассоциации, вот первое, что приходит в голову со словом «наука»? Университет. Университет, хорошо, еще. Развитие? Ну, ничего себе. Биотехнологии. Изобретение. На самом деле, это очень классно, что никто не сказал слово «скучно», потому что часто, когда говоришь о науке, ну, ты слышишь, что это скучно, науки нет, это, ну, вообще, это что такое, это какие-то непонятные штуки. На самом деле, это не так. Сенсация номер один – наука в Украине есть. И она не ограничивается одной только Академией науки и ее президией, назовем это так. Есть молодые ученые, которые, конечно же, работают тоже в институтах часто Академии наук, но которые занимаются и популяризацией науки, и сотрудничают с коллегами своими зарубежными, и пытаются, в общем-то, следить за трендами и делать разного рода решения, которые отвечают требованиям времени. Наука есть, как мы вот уже вспомнили, есть прикладная, то есть это те научные исследования, разработки, которые можно применить на практике в ближайшее время. Например, придумали новый какой-то материал и решили, что из этого материала можно делать, там, не знаю, ударостойкие каски для строителей. Ну, вот это вот как раз проявление прикладной науки. А есть наука фундаментальная, и фундаментальная наука, это, ну вот по оценкам разных ученых, это где-то процентов 70 всей науки, которая в Украине есть. То есть 70% ученых в Украине изучают просто, как устроен мир. Фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы, ну для чего нужна? Это для того, чтобы когда инженер или там человек, который прикладной наукой занимается, что-то придумал, фундаменталист, ну или вам пришла в голову какая-то идея, фундаменталист может сказать, насколько это вообще возможно в принципе, насколько законы физики, не знаю, там, еще любой какой-то науки позволяют вообще это сделать, насколько это возможно. Это для того, чтобы не получилось, как с всемирно известным стартапом Терранос, который предлагал делать анализ крови по одной капле крови, проверять там на кучу заболеваний разных, вложили в этот стартап очень много денег, а в итоге оказалось, что это в принципе фундаментально невозможно. Ну и стартап, естественно, провалился. Как же финансируется наша украинская наука? Ну понятно, что если речь идет об каких-то инженерных разработках и прикладных разработках, то бизнес может, например, интересоваться такими вещами, вкладывать в них деньги. Но, как я уже сказала, 70% науки ориентировочно, плюс-минус, это фундаментальные исследования. Во всех странах мира они финансируются государством. Обычно государства выделяют где-то 3-4% своего ВВП всего на финансирование науки. В Украине финансирование науки в прошлом году было вообще рекордно низким. Это было 0,16% ВВП. Ну это очень мало. Средняя зарплата сотрудника Академии наук украинской – это где-то 4 тысячи гривен. 28% украинских ученых – это исследования, которые проводили мы вместе с социологической группой «Рейтинг», перед тем, как запускать проект «Дом инноваций», это сайта «Науки инноваций», где я работала. Ну вот уже сейчас не работаю, но он есть. Оно говорит о том, что примерно треть украинских ученых, они готовы поменять сферу и уйти в другую сферу, просто потому что там будет больше денег. Но обратите внимание, 70 или 60 с копейками процентов не готовы поменять сферу на большую зарплату. То есть это люди, которые занимаются своим делом, потому что им это нравится. Это наука ради науки. И объяснить таким людям, сказать, что им нужно сейчас пойти прикладными вещами заниматься, что им нужно сейчас пойти с бизнесом общаться, ну это, если не нереально, то это очень тяжело. Они не будут этого делать, потому что, ну, наложить душа, она и просветила вся життя совсем иншим речам. Как же, что же делать этим людям? Где же им брать деньги? И где они их, собственно, берут? Есть в Европе такая большая программа финансирования, к которой Украина тоже недавно подключилась в качестве ассоциированного участника, называется «Горизонт-2020». За время участия Украины в этой программе украинские проекты, я тут себе просто цифры выписала, получили 17,8 миллиона евро от программы «Горизонт-2020» на реализацию или исследование своих разработок. Ну, это, в общем-то, нормальная сумма. Но это 0,06% от всего бюджета программы «Горизонт-2020». Ну, мы не уникальны в этом случае, потому что в основном все большинство финансирования получают страны-основательницы Евросоюза, которые, в общем-то, и составляли этот фонд в большей степени. Такие страны, как Украина ассоциированные, они получают совсем чуть-чуть. И украинские проекты подаются туда, но подаются с большими сложностями. Почему? Не потому, что у нас какие-то плохие научные разработки, а просто потому, что украинские ученые не могут разобраться в этой всей документации. Они не могут правильно оформить гранты. Для того, чтобы податься на «Горизонт-2020», нужно найти партнера в себе, например, в другой стране, и там консорциум, например, создать. Украинские ученые часто не могут этого. Многие не знают английского языка, например. Многие просто... Ну, я знаю случаи, когда проводились просто мастер-классы о том, как подаваться на «Горизонт-2020». Все рассказывали, показывали. После мастер-класса люди вставали и говорили, «Так а что нам роботы?» Ну, мы так не знаем, мы не поняли. И это действительно большая проблема, организационная такая. Ее можно так очертить одним предложением, что погано прописаны не организативные, не административные аспекты. То есть никто не понимает, как подходить, на что смотрят грантодатели, что делать. Ну, хочу привести примеры хороших проектов, когда украинские ученые подавались и, собственно, добились неплохих результатов. Есть вот первый проект вообще по программе «Горизонт-2020», в котором Украина стала координатором. Участники там Франция, Латвия, ну, еще несколько стран, и они сотрудничают с университетами, которые находятся в Бразилии, в США. Это проект «Вплыв асимметрии» это кривозные клетинные мембраны на функционирование мембранных белков, на транспортывание терапевтичных сполук. Он получил 58 500 евро. Ну, это, грубо говоря, они исследуют, каким образом можно доставлять вещества в клетку через ее мембрану. Теоретически такие исследования могут открыть перспективы для лечения заболеваний или, в общем, для многих разных вещей, но на данный момент речь идет о вот этих исследованиях. И Украина действительно координатор. Или же, например, приведем другой пример, когда украинские ученые просто вне программы «Горизонт-2020» просто общаются на конференциях со своими коллегами и какие-то устраивают все-таки коллаборации. Вот, например, профессор Игорь Бондаренко из Днепра, он есть с автором исследования Keynote 42, в которое определяет, как лечить немелкоклеточный рак. То есть они вместе с коллегами из разных стран провели исследование и пришли к выводу, что при лечении немелкоклеточного рака легких иммунотерапия пембролизумабом, это такое вещество, оказывает намного лучше эффект, чем химиотерапия. И это, ну, на самом деле, иммунотерапия – это то направление, на которое сейчас вообще в мире делают ставку в лечении раковых опухолей. И вот украинские ученые как раз имеют к этому отношение. Если говорить о каких-то проектах, таких как исследование графена, например, за которое, вы знаете, несколько лет назад дали Нобелевскую премию, там тоже участвовали украинские ученые. В Украине есть ученые, которые до сих пор занимаются исследованием графена. Но, как уже было сказано, мир развивается, появляются, в общем-то, разные потребности. Бизнес начинает присматриваться все-таки к науке, бизнес начинает расширять свои горизонты. Наши аутсорсинговые компании, они постепенно переходят немножко к продуктовому решению. Вот Стас говорил про 120 тысяч айтишников, у которых, в общем-то, это новый средний класс, можно сказать, формируется, у которых есть какие-то деньги, и они готовы их вкладывать не в машины, квартиры, гроши-гроши, как это в 90-х там было, а в какие-то проекты, на которых будет работать интересно и которые действительно будут давать какой-то выхлоп для общества. Это такой тренд, называется impact investment, это инвестиции в какие-то инновации, которые меняют мир. И, например, украинская компания SoftServe, которая во Львове находится, они, помимо того, что они отсорсеры, они делают за счет своей продукты, и у них есть такой продукт, который называется biolog, это встроенный сенсор, который встраивается в руль автомобиля, и он должен, по идее, это дополнительная защита для вашего автомобиля, он должен считывать, когда вот вы беретесь руками за руль, он считывает ваше сердцебиение, и только после этого включается мотор автомобиля. То есть вот такая вот разработка. Для того, чтобы это все сделать, одних ресурсов инженеров, которые разрабатывают программное обеспечение, ну, не хватит. И поэтому компании пришлось привлекать биологов, медиков, людей, которые понимают вообще, как работает, берется кардиограмма, например, людей, которые понимают, что такое биоэмпедантность, да, это измерение показателей тела, исходя из того, какое сопротивление оно, в общем, какие оперы он ученый, назовем его так. Какие еще новые появляются специальности? Естественно, это data scientists, о котором мы уже говорили. Ну, у нас это не считается ученым, но вообще, ну, в мире это да, это считается, аналитик данных, это считается, ну, ученым все-таки, в каком-то смысле, исследователь, скажем так. Это биоинформатика, очень популярное направление. Это тоже, получается, биолог, который работает с данными, с большими данными, которые загружаются в программное обеспечение, которые анализируются. Я бы сказала тоже, что в будущем будут развиваться очень сильно тоже нейронауки. Сейчас мы уже видим, как они развиваются. Ну, наш мозг просто перегружается нереально от количества той информации, которую мы сейчас получаем на данный момент. Но вместе с тем, появляется возможность собирать данные о работе нашего мозга, больше их собирать, больше анализировать. И, по-моему, у меня уже включился микрофон. И, да, Мика, вот такой вопрос. Ну, в принципе, эти все данные, да, можно будет попросить поделиться ими с аудиторией, да, это во-первых. Да, да. А второй момент, мы хотели сделать такое интерактивное взаимодействие с залом. У нас как-то мало времени оказалось, да, потому что все такие, скажем, носители глубокой экспертизы. Предложение следующее, да, вот сейчас идет «Креативная осень». То есть этот форум, один из проектов «Креативная осень». Предлагаю вот собраться осенью в том же составе в формате интерактивного взаимодействия с публикой. Никто не против? Готовьте свои каверзные вопросы. Да. Да. Спасибо большое спикерам этой панели, да, вот, вот, ganz-таки подожди. Как попьешь, чтобы это было Потому что, когда начнет, снести будет совершенции. Продолжение следует...